и снова здравствуйте теплолюбивые мои продолжаем разговоры на стуле и так рнс 3 выпуск поехали продолжение темы дымоудаления мы поговорим о вентиляторах они же турбины для начала разберем в каком оборудовании они применяются это настенные и напольные котлы закрытой камерой сгорания проточные водонагреватели как и с открытой так и с закрытой камерой сгорания а также накопительные водонагреватели с которыми я еще не встречался если кто-то имел дело с ними оставляйте свое мнение о них в комментариях или рассказывайте о них в нашей группе вконтакте и последний вариант это настенные напольные котлы с возможностью подключения к ним насадки полутурбо так сказать преобразование атмосферного котла в котел с принудительным дымоудалением для чего же все таки они применяются для принудительного удаления продуктов сгорания при отсутствии дымохода или проблемах с ним ну к примеру отсутствие тяги в таковом за работой турбины следит при состав о котором мы уже разговаривали в прошлом выпуске я надеюсь вы его смотрели при поломке турбины котел выключается и его эксплуатация невозможно до устранения причины неисправность вентилятор состоит из следующих узлов двигатель обеспечивающие вращение крыльчатки турбина создающая разрежение в камере сгорания лопасти для подачи приточного воздуха трубка вентуре создающая перепад давления для эффективной работы при состава сама турбина расположена в корпусе изготовленном из оцинкованного листа или алюминия мотор прикреплен корпусу крепежными винтами через вибрационные прокладки при появлении 220 вольт на катушки индуктивности вентилятора якорь начинает вращаться тем самым вращая лопасти и вентилятор что обеспечивает приток воздуха и удаление дымовых газов через коаксиальную трубу или раздельный воздуховод и дымоход электрическая мощность вентилятора зависит от тепловой мощности котла бытовых моделях это приблизительно от 35 до 80 ватт признаки неисправности вентилятора поломка вентилятора сопровождается следующими признаками первые из которых мотор гудит турбина вращается медленно или второй котел перестал работать заданном режиме а на панели котла высвечивается неисправность что-то типа неисправной системы дымоудаления при состав разомкнут причины поломки дымосос может быть неисправен последующим причинам повреждение катушки индуктивности под действием высоких температур возникающих вследствие удаления горючих газов или перегрузки двигателя изоляция провода может оплавиться что приведет к межвитковому короткому замыканию или обрыву обмотки катушки разбаланс турбины процессе выведения дыма лопасти вентилятора покрываются копотью пылью грязью ну и тому подобное что приводит к изменению центра тяжести самого так сказать колеса износ подшипников вал якоря опорудуются подшипниками скольжения или вращения при разбалансировке турбины или недостаточном количестве смазки снижается срок службы данных узлов отсутствие питания на турбину крыльчатка не будет вращаться если с электронной платы не будет подаваться заданное напряжение данная проблема может быть связана с неисправностью той части электронной платы которая отвечает за вентилятор низкое сетевое напряжение когда электрическое напряжение подводимое газовому котлу меньше чем 195 вольт присостат может отключить вентилятор ввиду того что не создается заданное разрежение в нем заниженное напряжение не навредит котлу но при этом создастся эффект неисправности вентилятора ну или электронной платы диагностика вентилятора котла перед проведением диагностики в обязательном порядке нужно отключить котел от сети снять лицевую крышку для детального осмотра вентилятора при возникновении на турбированном котле одного из вышеперечисленных признаков неисправности можно поступить следующими образами проверьте значение напряжения в сети подсоедините вольтметр в розетку в которую был подключен котел если напряжение менее 195 вольт это приводит как раз таки к отключению вентилятора ввиду того что в присостате нет заданного разрежения в данной ситуации может помочь подключение котла к сети через стабилизатор напряжения исследуйте катушку индуктивности на обрыв исправная обмотка имеет сопротивление в районе от 50 до 80 ом определите подачу напряжения на вентилятор в этом случае на отключенном котле снимите клеммы с вентилятора подключите к ним вольтметр и подайте питание на котел после включения насоса должно податься напряжение на вентилятор и на вольтметре вы должны увидеть что-то в районе 220 вольт если такого не произошло значит неисправна плата скорее всего чаще встречается это реле вентилятора в данном случае поможет или ремонт электронной платы или замена таковой осмотрите состояние подшипников в этой ситуации лучше всего демонтировать вентилятор и уже в руках повращать крыльчатку посмотреть шатается ли вал ну если вы определили что неисправны подшипники то бишь они уже износились как бы два варианта решения проблемы это замена подшипников или замена самого вентилятора в данном случае я бы порекомендовал заменить вентилятор в виду того что демонтаж подшипников это очень трудоемкий процесс и не всегда получается скажем так собрать все в обратном порядке очень хитрые крепления лопастей подающего воздуха чаще всего это или скажем так специальные шайбы или эти лопасти завальцованы на валу также осмотрите вентилятор на предмет загрязнения так как турбина работает в агрессивной среде не исключено забивание и и продуктами горения пылью от этого следует периодически очищать турбину также может возникнуть проблема связанная с тем что после очистки вентилятор будет разбалансирован так как налипшая на него грязь ну скажем так от балансируют его уже по-другому в данном случае решение это замена вентилятор еще одной неисправностью может быть сам пресостат это проверить легко можно замкнуть контакты пресостата если котел запустится соответственно горелка загорится это говорит о том что пресостат изношен методы его диагностики вы можете посмотреть в нашем предыдущем видео здесь я думаю мы не будем углубляться очень сильно и еще одной неисправностью связаны также скажем так с пресостатом будет проблема повреждения самой трубочки соединяющие устройство вентурии пресостат в этом случае требуется или заменить трубочку или места повреждения за изолировать термостойкими материалами еще раз говорю об этом мы говорили в одном из предыдущих видео ссылку на него вы найдете в описании ну и в принципе на этом все здесь мы коротко рассмотрели проблемы связанные с вентилятором на котлах с принудительным дымоудалением еще о чем можно было бы упомянуть что в основном загрязнения вентиляторов происходят на котлах с открытой камеры сгорания с принудительным дымоудалением виду того что эксплуатация котлов начинается еще не в отделанном помещении и скажем так котел как очень мощный пылесос натягивает в себя всевозможную пыль также если котел с коаксиальной трубой то без закрытой камеры сгорания такой же эффект может быть достигнут если строительные работы идут где-то в районе коаксиального дымохода это все натягивается лично из моего опыта были котлы забиты грязью ввиду обкладывания дома к примеру или каких-то отделочных работ в помещении когда ну очень большое количество пыли очень большой оценкой проделанной мной работы был бы репост данного видео в своих соц сетях заранее вам за это благодарен ну а так я думаю на этом можно поставить скажем так точку в сегодняшнем видео как обычно не забываем про это ну и наверное на этом все до встречи в следующих роликах в следующих роликах а 1 Продолжение следует...